Выйду ночью в поле с конем, Ночь кой темной, тихо пойдем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Приветствую, друзья! Приветствую вас! Сегодня мы начинаем нашу серию программы Творческой студии семьи Волковых. Мы живем в Польше, И вот я один здесь русскоговорящий, А остальные мои девочки, как вы видели, Вот это мои дочки, сейчас я представлю вам, Они петь умеют, А вот с разговорным, ну, немножко есть проблема у маленьких. Фильмы смотрят, все, но вот, чтобы бегло разговаривать, Нужно постоянный, постоянный, ну, как бы такой интерес и контакт. То есть я там даже по-польски начинаю разговаривать с ними, Но стараюсь по-русски. Вот. Ну, что? Меня зовут Эдуард Волков, Это у нас будет Майя, Это старшая моя дочка, Это у нас Анна, младшой, младшой. Аня. Аня, да, у нас. Это у нас кто будет у нас? Представьте. Надя. Это Надя, это Екатерина. Катя. Вот. Катя у нас такая вот. Сама у нас сержант мой. Здесь у меня все по рангам. Есть майор. Это самая старшая. И начиная от этого самого, То есть по ранжиру. Это вот. Вот. И, ну, как сказать, Цель нашей, так сказать, этой программы, В том, чтобы и себя показать, И, может быть, вам что-нибудь будет интересно. Ну, вот как мы живем в такой одной большой, Я считаю, дружной семье. Дружной? Почему дружной? Ну, знаете, Мы четыре года путешествовали по Азии. В всей семье. У нас только сейчас мамы нет. К сожалению, она так через часик появится. Вот. А так вообще, представьте, С четырьмя детьми. То есть по Азии доли поперек, Чуть ли не пешком. Шри-Ланка, Индия, Непал. Даже Бангладеш нас занесло. То есть мы вот такая мобильная, хорошая бригада. Когда мы поехали, Анечке было там еще полтора годика, наверное. И вот так вот мы и живем. То есть мы хотим показать, как мы живем, Какие проблемы решаем. Мы нормальная семья. Со своими проблемами. Со своими там внутренними, какими-то эмоциональными боданиями. И мы вот будем показывать, будем показывать. Вот у нас Анечка, допустим, да, у нее language. Она больше как на англичанку похожа. Она вау-вау-вау-вау. То есть ее мало кто понимает. И вот мы будем при вас рассказывать и показывать, Как мы с этим боремся или работаем, как угодно. У Надечки со скоростью есть проблемы. То есть в классе есть быстрее такие эмоциональные люди. И она как бы теряется в этой массе. То есть с учительницей там у нас терки происходят. Она говорит, вот, если с ней индивидуально так вот спрашивать, Говорит, все нормально. А так, чтобы она выказалась, нет этого. Мы будем на ваших глазах именно работать в этом отношении. Каждый имеет свои какие-то... Даже будем показывать свои проблемы, да, так явно. То есть психологический такой трэш будет иногда. Ну, старшая девчонка у меня все беспроблемное. Это у нас главный техник. Это у нас главный вебмастер майя. То есть у нас есть свой сайт Life of Us. Us, Life of Us, наша жизнь называется, да, точка нет. Приглашаем, смотрите. То есть там есть... Майя ведет английскую сторону. Дорота Волков, которая отсутствует сейчас. Она ведет в польскую сторону, а я русскую. То есть и на русской я там пишу разные-разные такие вещи, которые, ну, которые вообще могут понравиться только те, которые Задорного сильно любят, которые смотрят его глазами. То есть я даже как бы я не знаком лично с Задорного, но мы с ним переписывались, и я ему прислал свой материал, и он как бы благословил. Сказал, если это ты писал, так написал мне, значит, продолжай, у тебя получится. Вот. Поэтому вот в этом стиле, в таком стебе я работаю на своем сайте. То есть это тяжелый такой, я вам скажу, материал. Вот. Но это мы все в будущем, все будем разбираться с этими вещами. А сейчас мы вот с малышами коронавирусную нашу, такую непростую, непростой коронавирусной ситуации расскажу вам, как мы боремся с малышами за здоровье, да. Как бы за них не надо волноваться, вроде дети как бы не болеют, вот. Но я вам расскажу просто, как мы все делаем. Мы не, вернее, я с 94-го года не принимаю лекарств, ну, только если, только чтобы кишечник очистить. И, поэтому, и в доктору не ходил никогда. Вот. И, поэтому, стараюсь семью держать, вот представьте, Азию пройти, всю Азию, каким образом, болезни там разные, там, кишечные, там, все проходили мы, да, то есть, разные вещи. Ну, мы так все как бы по-своему, по-народному смотрим, как приглядываемся, как люди живут, как питаются, и мы переходим постепенно. И, таким же образом, мы справляемся с болезнями, там, с соплями, с кашлями, совсем, совсем, совсем. Вот. Я, как говорил вам, коронавирусную теорию я уже хорошо, довольно хорошо разработал, поэтому у меня мнение абсолютно на эту тему, противоборствующее, можно сказать, мнение с официальной точки зрения на вирусы, которые оживили, считают его чуть ли не живым существом, да. То есть, я считаю, что это отравление. Поэтому мы делаем все, чтобы, во-первых, первое, дети физически были развиты, это значит, что есть физика, значит, и значит, есть здоровье. Это однозначно. Утром, вот, посмотрите, для примера, приведу такой пример. Утром встаем, встают, каждый выпивает маленькие, по полстакана воды. Газировки простой воды, неважно, просто полстакана, я стакан выпиваю, вот, все выпивают. И делаем, допустим, 10 присядок. И, то есть, после сна сразу делаем присядок. Вечером тоже нужно водичку пить. То есть, очень, в этой ситуации, где поздно, коронавирусная, нужно пить жидкости побольше, если это не противопоказано какими-то другими болезнями, да, допустим, побольше, чтобы выводилось побольше всего этих шлаков. Проблемы у людей возникают из-за того, что они мало пьют, потому что, потому что, потому, потом я вам все расскажу, да, потом. Вот. Ну, а сейчас мы вот так пересядок делаем, водичку пьем, если вижу какие-то сопли появляются, несколько зерен перца, просто выпиваются как таблетки, как лекарства. Несколько ложек мёда, мы старшие, старые, там, женьшень, пару кусочков, съедаем каждый день. То есть, вот, это всё. То есть, вот эта химия какая-то, то есть, у нас просто-напросто исключена. Вообще, даже подумать о том, что принимать какую-то химию, вообще, даже в мыслях нет. Хотя, когда маленькие дети были, там, возникали ещё раньше проблемы, там, пять лет и более, то есть, мы и пользовались антибиотиками, теми же, чтобы, во-первых, сбить температуру, чтобы, пока маленький человек, пока не было такой концентрации, внимания на этом здоровье. Сейчас нам это просто не нужно. Только увижу сопли, сразу, мёда, ложку, сразу, несколько, горошин, перца, вот, и довольно острое, тоже мы кушаем, довольно острую пищу мы кушаем. Вот. Ну, вот, так, это как бы для ознакомления, с нашей творческой студией. Ещё раз повторяю, что у нас, как бы, вольная программа наша. То есть, мы хотим, чтобы, естественно, чтобы нас увидели, мы хотим, возможно, кому-то помочь, с точки зрения того, что сейчас, вот, демографическая ситуация, очень страшно, и люди боятся заводить детей, из-за того, что будут очень много проблем психологичных. Да, не будут проблем психологичных, ни финансовых, не будет, потому что, каждый ребёнок, как бы, сверху падает, всегда на него что-то падает, и, если один покушает, то второй будет накормлен, и третий, а будто одет. Ну, нет такого, чтобы, люди, это нужно быть лежачим камнем, чтобы не решить проблемы в современном мире, да, всё на себя берёт государство, и оно даже и деньги даёт, и, нет, то есть, вот, ещё, очень такая, мысль и тема, что, люди-то, которые одинокие, представьте себе, что у вас один человечек маленький, в семье, да, вот он одинок, вы есть, да, вы близкие люди, но у него нет контакта, вот, с малышами, то есть, со своими сёстрами, братьями, некому о них заботиться, некому учить, по-старшему, то есть, близости нет такой, есть, потом они, люди придут, и будут, ну, как бы, из другой семьи, да, человек, у него совсем другие, другие взгляды, другое настроение, другое воспитание, всё другое, и взаимоотношения будут очень, из рук вон, плохие, то есть, человек, который ни о ком не заботился, в своей семье, он, когда маленький был, да, он не может, свою семью построить, то есть, большую, нормальную семью, то есть, организовать всех, вот, чтобы всё крутилось, каждый, каждый знал своё, каждый знал своё, задание, там, допустим, да, там, подметать, всё мыть, шуршать, за собой убирать, то есть, это процесс, потихонечку, потихонечку, все подтягиваются, маленькие, большие, то есть, это большой, один большой процесс, поэтому, вот, я, так, как методолог, как отец семейства, который уже, старый лось, я хочу показать, ребята, большая семья, это здорово, во-первых, большая семья, это дешевле, это всегда, всегда проще, если будут у вас бабушки, дедушки, дяди, тёти, все вместе, они, каждый имеет какие-то возможности помогать друг другу, не обязательно какие-то религиозные общины лезть, нужно развивать общину свою, первотную, первую эту самую семья, вот, вот, я хочу показать, что не нужно бояться иметь много детей, нужно просто многие вещи понимать, принимать и ответственность иметь, то есть, задумываться о том, каким образом это всё делается, вот, а малыши у нас что, вот они вот сейчас пока, пока рисуют, дарим за дарим, очень любят рисовать, это вообще, Катя у нас уже программистом работает, в мае, в мае, наш сайт ведёт, ну и в дальнейшем мы будем, это только вступление, мы сегодня просто, как бы, начало, такой толчок даём, вот, мы будем рассказывать о наших постах, мы регулярно постимся, то есть, уже очень много, очень много, я там больше трёх месяцев, три месяца, да, 76 дней, где-то так, и 76 дней только на жидкости, проверял, как это действует, вот, сейчас, мае у нас на сахаре, если, мае, сможешь сейчас рассказать о том, как сахара воздействует, вот такое, такое коротенькое вступление, и что ты делаешь, каким-то, на русском только, если, мае, сейчас, если сможет, мае на русском, это всё, ну, я точно не знаю, знаю лицом, в каком, слова этих слов, но, в общем, смысл в том, что, если ты ешь много сахара, у тебя, сахар в крови повышается, организм хочет его выровнять, чтобы он был ровно всегда, и этот сахар, или переводится в мышцы, когда ты занимаешься, а если ты не занимаешься, он используется, используется, чтобы собирать жир, и вот, кетоза, это, такая диета, она полегает на том, что ты не ешь сахар, только, слушаешь. Да, моя, очень интересная диета, прекрасная диета, мясо есть, мясо, яйца, всё там, не знаю, там, я не углублялся в её тонкость, её, её диеты, но она мне нравится уже, эта диета, я лично бы тоже, мясо и овощи, так получается, что, сахар, как бы, вот, если сахар, у него 99%, как её, ну, в принципе, жиры, белки, углеводы, вот, и 99% в сахаре углеводов, и углеводы, они, в принципе, усвояются, усваиваются, полностью, то есть, они дают энергию, да, ребёнку конфетку дал, и ребёнок эту конфетку съел, и у него энергия появляется, он начинает двигаться, и люди, которые много едят сахара, они, сами того не понимая, у них, это, это, как бы, концентрированная вещь, это как наркотик, а, эмоционально, вернее, физически подавляя себя, да, взрослым людям, как дети, как бы, не свойственно, и вот они подавляют, это свою, физическую, и оно всё, показывается на фоне, эмоциональном, поэтому, очень много проблем, на, у людей, в семьях, везде возникает, только из-за того, что люди не понимают, что они, сладкое кушают, хлебушек кушают, поэтому тоже 50%, это, ну, 70%, да, углерода, ой, более хомок, углеродов же, как он называется, жиры, белки, углеводы, углеродов же, это самое, перепутались, вот, у углеводов, да, и, вот, кушая вот эту, пищу, высококалорийную, сконцентрированную, человек, получает, ну, как бы, большой, импульс энергии, это как водки выпиваешь, люди там не замечают, они сдерживаются, взрослые уже, степенные люди такие все, вот, и проблема вылазит, сдерживаясь физически, проблема вылазит, эмоционально, то есть люди начинают дуреть, начинают не понимать, что происходит, еще немножко где-то там негатива, и все, и кубок уже закручивается, и люди просто живут как, ну, как в вере будем говорить, потому что по-человечески жить, я считаю, да, это вот нормально жить, это не врать, во-первых, ложь исключается, у нас в семье исключается ложь, вот, была, был у нас недавно случай такой, с Анечкой, как бы смешно с одной стороны, суетимся мы здесь все вместе, и вдруг слышим, кто-то пукнул, и воняет так припротивно, ну, смешно, да, казалось бы, смешно, все, начинаю спрашивать, кто, все в отказ идут, и этот тоже, нет, это не я, все такое, боже мой, да, представьте, в семье, это, кто-то, с одной стороны, можно было это пустить, как, но, как бы, на самотек, и сказать, вот, да, ерунда, там, это самое, не, что-то незначащее, но, я истерику поднял, страшную, сказал, что всем присутствующим, я точно этого не делал, не важно, кто это сделал, важно только, что кто-то соврал, и соврал кто-то, наверняка, из этих мелочей, то есть, они учатся врать самого маленького, то есть, что-то бояться, что-то там, это самое, вот, и, в конце концов, строго, у нас строго, я такой, узурпатор власти, хуже Путина, вообще, в тысячу раз, и присяду начали делать, все делают, такие, недовольные, мамы, папы, все, я, если что, вообще, меня, этот самый, горилла в семье, такой, этот самец, так, в принципе, авторитет только и зарабатывается, вот, и, в конце концов, эта маленькая признается, это я, вот, это, жучка, но, и вот, таким образом, то есть, мы делаем так, чтобы, ну, исключить возможность лжи, самым маленьким, самым маленьким, нельзя, потому, что, ребенок маленький, он не понимает, он учится, что раз прошло, второй раз прошло, а все-таки, по-человечески, жить, это, это, без лжи жить, да, не все люди контролируют, да, не все это самое, у них что-то убегает, не понимают многого, но, стремиться к тому, чтобы, взаимоотношения в семье, строились, на абсолютной правде, не говорю, что нужно, там, говорить, что там, что-то говорить, обидно кому-то, потому, что ты считаешь, что так, и это правда, нет, это ведет, еще к, еще большим, большим проблемам, и вообще, дурдому, потому, что, если, должна, должна присутствовать, взрослость, ответственность, за то, что ты делаешь, если человек, в истерике, что-то говорит, значит, значит, это неправильно, неправильно, то есть, нужно понимать ответственность за то, за обстановку, которая должна быть, цель, к чему ты стремишься, этому тоже нужно учиться, но без ошибок ничего не бывает, вот, все прошли мы, так что, я считаю, что у нас совершенная семья, если есть какие-то еще более совершенные семьи, я имею в виду в смысле взаимоотношений, ну, пожалуйста, давайте, покажите мне, кто, кто, ну, такой совершенный, я с удовольствием просто, напросто, преклоню колено перед вашим, перед вами, а так пока, ну, мы, как бы, являемся тем совершенством, каким я считаю, да, вся штуна, моя семья, это совершенство, творение, мое, прежде всего, потому что я стремился к этому, и мужчина, мужчина должен иметь ответственность, он должен брать на себя эту ответственность, дело в том, что есть, у нас очень будет много проблем этих времени рассказывать, я буду рассказывать разные темы, и буду затрагивать, сейчас просто не получится все в коротком отрезке все сказать, поэтому, как бы, понимаете, я буду такими тезисами небольшими говорить, сейчас проблема в том, что государство пытается взять власть над людьми, это так и называется процесс глобализации, коммунизации, то есть, потихоньку, потихоньку, как бы, какие демократи ни были, если государство принимает власть над семьей и влезает в семью, то есть, уже не отец и мама учат детей свои, как жить, а государство уже идеологические подковы, да, как же вот эти, все вот эти толеранции, там все эти, у нас, кстати, в Польше сейчас здесь вводят католическая страна, но лоббисты, демократы пробили, что детей уже пытаются, будут учить, так сказать, сексуальными разными этим самым штучкам, как к этому относиться, боже, ну, так же, наверное, как к религии, то есть, у меня дети не ходят на религию, хотя это, в принципе, не запрещено им, одни ходили, не ходили, мне это все равно, знание есть знание, просто-напросто не хочу, чтобы были фанатиками той или иной религии, хочу знать, чтобы они знали, умели, и вот, когда государство принимает власть над семьей, над людьми полным, тогда начинаются проблемы, то есть, государство почему-то считает, институт, научный институт, считает, что люди беспомощные, они не могут сами решать свои вопросы, поэтому надо им опеку над ними установить, вот это самая большая проблема, и людей воспитывают такими беспомощными, и я хочу, вот на своем примере, на нашем примере, показать, что нет, ребята, не нужно быть беспомощными, нужно брать ответственность на себя, нужно стараться решать все вопросы, и мы будем показывать, каким образом, каким образом, каким образом находить пути, которые покажут вам правильную дорогу, или решать какие-то вопросы, мы будем на ваших глазах здесь решать эти все вопросы, я буду маленьким задавать вопросы, на которые они должны ответить, недавно спросили, у кого, у всех спросили, что такое мысли, и представьте, что малыши не все знают, что такое мысли, что такое в голове мысли, интересно, то есть методологии очень много, ничего не чуждо нам, ни религиозная методология, ни физиологическая, ни научная, мы будем работать над всем, то есть вот пути искать, выискивать, ставить задачи, ставить цели, и решать эти, какими путями идти нам, то есть у нас сейчас фактически цель одна, мы хотим создать свою студию, то есть у нас уже есть студия, потому что мы поем, танцуем, занимаемся физически, вот, можете посмотреть, вот отрывочки, и мы ищем пути, как можно соединиться, чтобы семья была сплоченной, чтобы были какие-то занятия общие, какие-то общие мысли, общее понимание, то есть идеал получается такой, что вот еще даже не говоришь, а уже все понимают, изумительно, здорово, и уверяю вас, материальное положение не играет абсолютно никакого значения в этом отношении, то есть нормальный человек, он всегда заработает и найдет себе кусочек хлеба, чтобы и себя прокормить, и детей прокормить, и достойное образование дать им, но еще плюс к тому же, я как бы предупреждаю сразу, я враг, огромный враг науки современной, я не враг как бы науки как такового, учения, но институт, который сейчас создал вот эту всю мифологическую, так сказать, эзотерическую, на своем эзотерическом языке создал фантасмагорию, мы же не понимаем, что они там говорят, и боимся этого, и не входим в их эротроциты разные, и в это самое, а стоило бы, стоило бы знать, как работает наше тело, как работаем мы сами, что происходит в этом мире, они приватизировали правду, и некому, больше, кроме них, не это самое, а что они говорят, да ничего не говорят, лечить могут, не могут, ничего они не могут, они только умеют рекламировать и производить, чтобы продавать нам, вот, поэтому вот будем решать эти все вопросы, то есть в нашей программе вот это самое, может, еще кто-то что-то сказать хочет, то есть вот, вот у нас есть, в общем понятно, Анечка старается нам, она очень активная, но у нее с произношением проблемы, и мы будем показывать, как с этим мы работаем, Майя будет показывать занятия, как она занимается с малышами, кроме логопеда, мы были у логопедов там, ну, произношения, вот, Наденьке мы сделаем что? Мы, наверное, сделаем Наденьке мантраяну, мы уже говорили об этом, да, то есть будем использовать методы религиозные, то есть мантраяна, это читать мантры, я самый лучший, я самый сильный, я быстрее всех говорю, я самый, 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 я самый красивый, я себя очень люблю, я быстрее говорю, чем Катя, вот, будем, 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 то есть вот смотрите, я хочу создать нашу программу, нашу студию интересной, и ваши комментарии, конечно, будут очень мне интересны, что вы думаете, если у вас есть опыт по этому поводу, ну, будем смотреть, слушать, и да, и будем ежедневно делать эти программы, то есть, вот уже ей будет интерес какой-то, будем их раскручивать, то есть, решать, не то, что сейчас, вступительно, как мы, в общем, постарался вам все это рассказать, свое мироощущение, и познакомить с моими совершенными ангелами, вот, а будем более целенаправленно показывать практики, ну, я не без греха буду вам вот это все-все-все-все-все, много-много говорить умных слов, которые, ну, не всегда наукоподобны, то есть, это мое личное мнение, и каждый человек должен иметь свое мнение, да, вот, поэтому, а еще хорошо, когда оно личное, а не чьё-то, вот, таким образом, ну, все, на сегодняшний день, все, что я хотел сказать, и, я не знаю, Катенька, скажи что-нибудь на русском, привет, я просто буду говорить, привет, ты громче должна быть, вон, микрофон у нас там, а, я тоже должна называть, привет, огонястая, это хвостатая, она очень любит эти пингвинов с Магадагаскара и бредит ими, просто у нее, мы сейчас ее называем, буду, и кроли Юлиана, это такая сказка про лемура, да, кроли Юлиан, знаете, да, вот этого, она любит, там, музыки, и бабы, все, любит очень танцевать, да, А Надюха, а что ты там, а вот пират с караэбов у нас, а Катя, ты по-русски должна говорить, здесь тебя не понимают, извини меня, понимаешь? и так, старайся, давай по-русски, вот видите проблему, вот будем на ваших глазах учить русский язык, так что у нас русскоговорящие, Катя, ты умеешь говорить по-русски? умею говорить по-русски, так там некоторые слова, слова у меня там, например, не помню, или не знаю, как сказать, вот, у нас нормально, так, среднеговорящих, трое, а трое, включая маму, ну-ну-ну-ну, поэтому, не говорит по-русски. Да, не говорит мама у нас по-русски. Вот, ну все, друзья, пока-пока, до встречи. Пока-пока.